Народный актив собрал общественность Мирненского района для решения вопросов, которые волнуют всех жителей. На этот раз встреча прошла в Алмазной столице. Руководитель народного проекта Александр Басыров задал волнующие для жителей мирного вопросы депутату Государственной Думы от Якутии Галине Данчиковой и генеральному директору Алроса Сергею Иванову. Встреча коснулась разных тем – от индексации заработной платы до строительства дорог в Якутии и Мирненском районе. Обсудили и переселение из ветхого и аварийного жилья. Сейчас ведется работа со зданиями, признанными аварийными, на 1 января 2017 года. Если говорить о Мирненском районе, то в эту программу входит 57 многоквартирных домов. Общая сумма оценена по программе по второму этапу 1 млрд 641 млн. Второй этап программы расселения будет действовать до середины 2025 года. После чего начнется формирование третьего этапа. На его реализацию по поручению президента России правительство выделит 45 млрд рублей. Стоит отметить, что с 2012 года Алроса также перечислила на расселение жителей около 2 млрд. В этом году компания планирует потратить на эти цели порядка 300 млн. И еще 500 млн. в ближайшие два года. Обсудили и перспективы компании. Как отметил Сергей Иванов, сейчас специалисты Вилюйской геологоразведочной экспедиции ведут поиски новых алмазоносных участков. Так, в прошлом году недалеко от трубки «Юбилейная» под озером Мутное обнаружено новое кимберлитовое тело. Ведется его изучение. Кроме того, идет оценка возможностей строительства нового рудника на глубоких горизонтах рудника «Мир». Уже завершены геологоразведочные работы и подтверждены запасы глубоких горизонтов. Мы уверенно смотрим будущее. Об этом можно судить хотя бы даже по тому вниманию, которое сегодня уделяется геологоразведке. Здесь, в Мирненском районе, сконцентрированы все наши усилия в этой области. Подготовленная программа работ до 1935 года. Продолжение следует...